здравствуйте уважаемые друзья по вашим многочисленным просьбам мы сегодня как вы поняли будем вязать вот почти такую же осу это еще будем приблизительно 7 летней давности говорить о моя работа первое такие изыскания которые я пробовал достаточно уловистая есть ряд конструктивных будем говорить так моментов которые меня не устраивают поэтому дальнейшие которые я изготавливал осы они были совсем другие вы фильм видели сегодня по вашей просьбы очень очень подробно мы свяжем осу которая уловистая ну практически весь рыболовный сезон по возможности я буду рассказывать какие материалы заменить поэтому давайте мы с вами приступим и в процессе будем уже корректировать для начала я пробовал разные крючки но лучше чем вот как вы видите тимка 200r это выглядит упаковочка вот так я взял номер 12 можно брать в принципе это любой какой вы захотите по вашей величине но для того чтобы более качественно вы могли увидеть фильм я буду использовать такой крючок теперь самое основное неоднократно вы спрашивали я уже показывал тоже очень много раз как изготовить самые простейшие глазки кусочек лески поделили пополам диаметр здесь ее приблизительно ну может быть 0 45 0 5 вот это качество лески зависит от нашей глазки понятное дело что берем зажигалку свечку не в кончик а вот так вот не нагревает наш пинцет подули наклонили вниз для того чтобы шарик наш при остывании принял ту форму капельки которая нам нужно переворачиваем опять точно также поджигаем леску и ждем опустили вниз и как вы видите вот два наших шарика уже формируют у нас глазки они должны немножечко остыть а мы с вами теперь приступим к дальнейшему в начале с вами мы будем использовать несколько толстую нить для того чтобы мы смогли с вами сформировать качественно тело и она не прокручивалась как всегда я беру гилевый вот такой клей он позволяет мне достаточно удобно и комфортно работать в район там где мы с вами будем крепить наше тело я наношу совсем совсем немножечко клея и в район где будут крепиться наши глазки тоже берем нашу нить приблизительно может 430 без разницы главное чтобы она была белая и была ровница не доходим обязательно до колечка так как здесь мы будем формировать наши глазки и делать более симпатичную голову с усами стараемся почти виток к витку уложить нашу нить я захожу за загиб буквально считайте чуть ли не на середину самого загиба дабы создать вот эту каплевидную форму качественную нашей оси установлю крючок в удобное положение немножко здесь я буду рассказывать а вы уже потом для себя сделайте соответствующий вывод я обычно беру вот такой брусочек который из разных таких отключков как вы видите бывают упаковки всевозможные или же если у вас такого нет я рассказывал показывал ребят не составляет никакого труда допустим сходить на рынок и вот продают диски для сидеть и виде всевозможные вы можете приобрести вот такую шайбочку а достаточно удобная для работы обычно для того чтобы не забирать поддел я слегка разрезаю в какой-то допустим плоскости для того чтобы мне можно было хорошо и более качественно закрепить крючок вернее пенку я всегда беру и примеряю сколько мне необходимо потом только лишь по прошествии так и закрепление материала я беру и уже начинаю отрезать беру скальпель делаю небольшой надрез нож скальпель вот все что вам удобно будет делаем небольшой надрез в том месте где будет касаться нашего шарика для чего он нужен для того чтобы создать вот именно эту каплевидную форму ну не резать не много пенки и было достаточно удобно нам работать поэтому мы с вами разрезали примере им сколько у нас должно быть и промажем немножечко клеем обязательно так как это очень важно и прежде чем крепить пенку мы должны с вами подготовить еще нитки из которых мы с вами будем изготавливать тело нашей осы это акрил тот то нитка которая для вязания можно использовать любую полипропилен ну желательно такая чтобы обладала хотя бы какой-то плавучестью не сильно впитывала влагу есть вот такие я уже неоднократно показывал нитки из которых плели всевозможные рукотворные изделия ковры и все остальное поэтому его тоже можно использовать это синтетика мы с вами аккуратненько вот так два кончика соединяем вместе по цвету который нам необходим пару оборотов больше нам не нужно лишних оборотов делать не нужно так как клей и все остальное будут потом уже держать достаточно хорошо и теперь уже берем нашу пенку не забываем за наш разрез который у нас имеется и аккуратно аккуратно вот так слегка одев левой рукой подхватываем стараемся чтобы наша пенка вот как вы видите никуда не убежала подхватили теперь чтобы более было симпатичная я обычно беру проматывая спереди сзади ну так как у нас мы ниткой сможем с вами все это подровнять поэтому следим за тем чтобы пенка наша никуда не убежала и сделаем парочку оборотов для того чтобы вот нашу капельку каплевидную форму сохранить и был хороший заход нашей нитки вот так приблизительно будет достаточно все убираем ставим теперь крючок в то положение которое мы будем с вами работать примеряем нашу наше тело отлично на что нам необходимо как вы видите вот учитывая этот изгиб приблизительно по середине мы должны с вами промотать и сделать шарик вот я возвращаю в это место и нам с вами понадобится если его нет сильно не усердствуйте можете делать так как оно имеется у вас наличие без всякого даббинга продаются всевозможные вот такие наборы антрона были сейчас не могу гарантировать что они имеются в интернет-магазинах разных цветов разной формы и дополнительно еще вот продается такой супер тонкий даббинг обладающий повышенной плавучестью мне он очень очень подходит для моих вот таких изделий где мелкие мушки делаются нужно изготовить ну и в данный момент мы будем использовать с вами для изготовления нашей осы промазали свечкой церковной или же ваксы чем удобно клеем и наносим стараемся не так чтобы было сильно плотная но была такая небольшая рыхлость мы немножечко по трамбуем ее с вами ниткой лучше добавить чем чтобы это было много немножечко заходим за место и вот смотрите я начинаю вот такими движениями даббинг у меня образуется вот таким шариком симпатичным подкручиваем обязательно даббинг вот у меня образовался такой здесь шарик он у нас будет закрыт поэтому большого труда для изготовления он не составит можно черным каким захотите почему я пенку взял белую ну будет проявляться допустим при намокании поэтому я решил так значит теперь самое основное мы с вами должны закрепить еще глазки чтобы потом в дальнейшем нам это не мешало нить которая находится здесь она остается я беру несколько тоньше нить которую я сам изготавливаю распускаю проматываем у колечка не доходя также я как говорю буквально пару миллиметров два-три оборота обязательно на клей так как это полиэстер он скользит берем наши лапки они уже остыли крепить можно как с пинцета ну я обычно беру как вы видите вот они неровно а под последующими витками мы начинаем уже подравнивать крепим крест накрест и следим за тем чтобы у нас оставалось место обязательно у колечка если необходимо взяли вот таких подвинули подальше от колечка посмотрели чтобы они у нас соответствовали после этого я наношу опять капельку клея на нить и уже стараюсь более качественно промотать наши глазки больше мы к ним возвращаться не будем делаем завершающий узел и удаляем нашу нить что касается пенки вы неоднократно спрашивали вот нет поройтесь по старым блокнотиком которые вы использовали для записей очень часто попадается в обложке очень хорошая пенка подбираем вот величину сколько нам нужно обязательно чтобы мы сохранили пропорцию тела значит у нас будет выходить две третих наше тело потом будет небольшое пространство грудка с где будет крепиться крыло ну и опять же голова поэтому две третих мы с вами обязательно вот отступили отметили и теперь я беру аккуратно примеряю только после этого я промазываю слегка клеем вот тот желобок который мы с вами прорезали ножом или же скальпелем промазали и аккуратненько его одели после этого только лишь я беру перекидываю катушку под весом она у меня держится и начинаю уже здесь крепить значит желательно закрепить так чтобы у нас не осталось лишнего материала но и в то же время вот как вы видите я отрезал я убираю вот немножко излишки сохраняя эту пенку для того чтобы у меня был более качественный переход от тела к моей грудки промажем обязательно опять все время клеем так как будет проворачивание наших материалов на крючке а это не всегда нам приятно и удобно аккуратненько перво очень вот так более-менее легко потом с небольшим нажимом закрепим и уже здесь я убираю окончательно нашу нить что теперь необходимо поставить крючок удобное положение учитывая то что для меня будет неудобно чтобы вы могли видеть я постараюсь сохранить то качество вязки вот видите у нас вышла такая конструкция все больше нам ничего не нужен берем опять слегка промазываем клеем без фанатизма я промазываю верхнюю часть для того чтобы моя нитка сразу хорошо схватилась с пенкой снизу можно не промазывать там и так достаточно теперь берем аккуратненько подравниваем я обычно всегда подкручиваю нить для того чтобы у меня не было расхождения так как их по две каждой желательно в самом начале подобрать их одинаковую толщину вот я беру увожу желтую нашу нитку вниз провожу черной акриловой оставляя вот в таком положении снизу провожу сверху прямо буквально считайте нитка по нитки провожу два оборота переводим теперь я подхватываю мою желтую держу в таком же положении черную и провожу теперь пару оборотов следим за тем чтобы была натяжка нашей нитки подкручиваем чтобы она не расходилась делаю пару оборотов желтой опять убираем желтую вниз беру теперь черную и вот такими движениями но уже здесь мы с вами немножко придавим так как мы с вами начинаем формировать тело уводим вот так перехлёстываем и проводим теперь опять желтой желтой можно использовать я брал и под цвет и зеленый и оранжевый потому что осы бывают вы сами понимаете не обязательно она должна быть вот такого цвета опять переводим подкручиваем чтобы нитка наша не расходилась убираем черную вниз так как у меня уже клей здесь почти закончился я опять беру добавлю немножечко клея сверху снизу со всех сторон так как мы уже будем с вами завершать этот процесс вязания и нам необходимо чтобы материалы были достаточно хорошо закреплены следим за тем чтобы у нас обязательно снизу по центру это все было вам удобнее будет вязать если вы для себя это повернете крючок колечком к себе тогда вам будет несколько удобнее вязать опять перекрутили желтая внизу и понятен вам уже дальше процесс здесь опять мы немножечко берем поддавливаем подкручиваем нить не даем расходиться нашим прядем опять переводим вниз перехлестнули слегка удерживаем и буквально считайте ну вот здесь останется у меня к завершению вот этих пару тройку оборотов выполнить по цевью моей желтой ниткой теперь для удобства я обычно беру перодержатель чтобы взять нитку которая мне необходима вы как вы видите вот мы можем с вами все посмотреть насколько симпатично у нас вышло тело меня устраивает все я теперь беру черную нить так как дальше у нас будет все в черных тонах перебрасываем через вот эти нитки которые мы с вами плели закрепили ну а теперь я могу все это удалить аккуратненько этот процесс он понятен для всех так так теперь нам необходимо изготовить вот небольшой такой черный переходик перед нашим телом здесь мы можем с вами нанести уже так же как я уже рассказывал на нить без фанатизма клей и хорошо уже хорошо это промотать отлично теперь переходим с вами к самому изготовлению тела но для того чтобы изготовить тело мы должны уже закрепить с вами лапки подготовить лапки как я уже показывал неоднократно много очень я изготавливал было и резина использовалась и использовал носочная резинка или же резинка с наборов которая продается в интернет магазинах но я хочу сегодня попробовать с вами изготовить вот остаются у нас после работы я не выбрасываю охотничьего фазана вот такие коготочки и мы с вами изготовим теперь симпатичные красивые лапки попробуем давайте продолжим сверху чтобы симпатично накрыть грудку я использую латексную пленку которая продается в наборах если ее нет я вам уже показывал я беру вот отрезаю полиэтилена кусочек и с помощью его уже потом формирую то что мне нужно слегка вырезаю вот так вот накосую и уже здесь стараемся чтобы это было четко сверху закрепить оставляем обязательно место для перехода которое у нас должно быть следим за этим годится меня вполне устраивает теперь я закреплю первую пару лапок для этого я возьму вот эти коготочки как я их называю у меня остались от моего охотничьего фазана и закрепим с одной и с другой стороны разделим чтобы они вот как видите вот у меня разорвалось один меня не устраивает я его убираю опять подготавливаю другой так чтобы обязательно вот был были вот так следы чтобы можно было симпатично потом сформировать нам лапки и мы с вами закрепим первую пару лапок просто подхватили ни длину ни их направление ну стараемся конечно вначале задать но потом мы с вами это все уже подкорректируем главное закрепить приблизительно вот мы с вами уже закрепили если что-то не устраивает я вот такими вот движениями вперед назад буквально под весом катушки уже начинаю потом подбирать их длину ну вот приблизительно такая длина меня устроит но нам необходимо с вами эти лапки развести по разные стороны и они должны быть у нас сбоку и внизу поэтому дальше мы с вами уже все подмотаем это удаляем нам это уже не нужно и мы должны с вами первую первую вот произвести обмоточку ну вот здесь уже нам никак нам понадобится вот такой черный антрон который обладает плавучестью если нет можете использовать из наборов я достаточно часто вам показываю вот такие наборы можно взять использовать немножечко вот синтетического такого даббинга он не даст нашей оси уже окончательно набирать водичку следим за тем чтобы наши лапки далеко не убежали а были вниз и к заду вот приблизительно вот так как у меня вышло потому что сейчас будет ответственный момент мы с вами будем крепить крылышки отлично для крылышек можно использовать всевозможные материалы которые я показывал неоднократно но обычно я всегда стараюсь при работе когда у меня остаются вот я вам покажу у меня остаются вот не выбрасываю остатки перьев и фазана и павлина для того чтобы делать лапки точно так же у меня остаются всевозможные остатки перьев чтобы можно было подобрать себе красивые хвостики хвостики крылышки вот у меня остаются так я все потом складываю и подбираю по длине по оттенку у нашей осы вот я подготовил парочку таких перышек гризли крылышки должны доходить почти до края нашего тела возвращаем нить почти к середине нашей грудочки и начинаем выбирать теперь длину нашего пера я не обрываю так как мне легче будет потом крутить вертеть мое перышко значит перо должно крепиться слегка сбоку и в то же время должно идти вверх и назад поэтому закрепить вот если мы вот так с вами сбоку закрепим будет значительно лучше но проблематичнее поэтому я обычно для того чтобы мне было более удобно беру перодержатель беру вот так за кончик и удерживая ту часть которая у меня в перодержателе и само перо начинаю вот так двигать для того чтобы выставить его так как мне нужно есть небольшие сложности но с ними можно бороться вот приблизительно вот так должно быть крылышко ну выставим с другой стороны вот мы с вами закрепили вот видно так крылышки они меня вполне положение устраивает пока ничего не отрезаем так как малейшая сейчас шевеленка нашего пера приведет к тому что положение их может измениться добавим немножечко клея и аккуратненько по месту крепления мы пройдемся ничего не обрезаем опять берем немножечко нашего антрона и проматываем место крепления крыльев крыльев здесь теперь мы будем с вами крепить вторую пару лапок точно также отрываем то количество которое нам необходимо понятное дело пару и уже подбираем для себя положение так как оно должно быть но крепим уже друзья мои мы снизу следим за тем чтобы не развернула наши наши остатки пера лапку подтянули ее немножко взад вперед вот вот так крепим вторую резинка более практичная поэтому я вам об этом сразу и сказал вы уже подберете для себя сами тот материал который у вас вот имеется поэтому сложно что-либо вам раз объяснять если допустим у каждого есть свои предпочтения мы захотели с вами сделать вот именно вот так теперь без фанатизма переводим немножечко вперед проверим как у нас их длина достаточно достаточно нить а теперь уже мы можем перевести вперед удалить остатки пера клей у нас подхватился так и опять мы с вами уже берем немножко даббинга и уже проматываем до передних лапок доходим до места где у нас должна находиться голова давайте изготовим и остановимся уже когда будем изготавливать голову вот мы с вами закрепили лапки все промотали грудку все у нас хорошо меня все устраивает достаточно пышная и хорошая у нас вышла грудка теперь мы должны с вами взять нашу пленочку аккуратненько без фанатизма вот так выровнять подровнять чтобы у нас вышла симпатичная без переходов вместо крепления и уже аккуратненько это двигаясь к лапкам а не к голове мы с вами это все закрепим помогаем если нужно ноготком вот должна выйти приблизительно такая конструкция после этого я беру мою опять пленочку и увожу ее назад но не до конца а так чтобы уже осталось у нас место для формирования нашей головы опять берем наш антрон ну немножко будто она такая у нас по материалам сложная но у меня просто другого выбора нет меня такую попросили сделать и теперь я беру проматываю следим за тем чтобы ни лапки ни что у нас никуда не убежала проматываю и между глазками следим за тем чтобы оставалось место у колечка формируем вот такую жирненькую голову вот мы с вами как вы видите сформировали такую голову теперь берем переводим нить колечком промотаем два три четыре вот сколько нам необходимо будет оборотов слегка добавим клей очень важно промотаем здесь переворачиваем пленку теперь уже нам ее необходимо натянуть так так чтобы пленка аккуратненько проходила между глазками следим за тем чтобы пленка не залезла на наше колечко пару тройку оборотов переводим обратно теперь за наши глазки вот в сторону там где у нас крепилась наша шея теперь смотрите чтобы была более качественная я обычно беру опять наношу немножечко клей и вот в месте крепления я уже окончательно делаю два-три таких серьезных оборота натягиваю тогда уже пленку и отрезаю значит нам еще необходимо с вами изготовить усы теперь я как вы видите опять промажу немножечко клеем промотаю пару-тройку раз здесь не делаю завершающий узел и перевожу уже колечко усы я буду делать у меня имеется вот такой фазан в принципе это они здесь у нас и не очень такие должны быть как у таракана выдающиеся но они должны быть отрываем необходимое количество и выбираем теперь уже ту длину которая нам понадобится опять же вот подхватили подтянули посмотрели сколько нам нужно на после этого я беру переламываю все перо которое у меня имеется и то которое я закрепил и усы и вот уже я здесь проматываю окончательно пока мы ничего не трогаем длина нас вполне устраивает опять наношу капельку клея парочка вот оборотов и здесь уже делаю завершающий узел ну удалим теперь все и наведем порядок на нашей оси ну друзья мои мы с вами отрезали все что нам здесь мешало эти усы как вы видите почему я поднял их вверх они достаточно хорошо не будут мешать лапки грудка крылышки все тело все у нас достаточно вышло симпатично так как вот я и планировал пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч